пожалуй каждый из нас задумывается о том что периодически сменить обстановку выходит на природу отдохнуть и сразу в голове возникают мысли о теплом море каких-то югах но и около санкт-петербурга в ленинградской области есть много замечательных мест прекрасной природы интересной истории и самыми разнообразными возможностями для отдыха и именно об этих местах мы сегодня расскажем вам вместе с моей соведущей вероникой вообще-то я люблю проводить время в городе но если есть хорошая возможность отдохнуть за его пределами я всегда готова к новым впечатлениям и открытием на юго-западе ленинградской области там где река ори лишь протекает мимо поселков белогорка и рождественном до революции была крупнейшая в россии дачная местность северская благодаря открытию варшавской железной дороги в девятнадцатом веке эти живописные холмистые берега стали модным местом отдыха петербуржцев сегодня в поселке северский в одном из зданий того периода располагается музей дачная столица объявление северской отдаются на лето даче об условиях и цене спросить в конторе князя вид генштейна изначально дачниками могли быть только очень состоятельные петербуржцы порядка тысячи рублей за сезон стоило снять дачу здесь на нашей улице церковной или в беля горки то есть это в те времена были колоссальные средства поскольку средняя зарплата рабочая в санкт-петербурге в те времена была 10 15 максимум 20 рублей в месяц представьте что такое было тысячи рублей и это были настоящие деревянные дворцы возникла наша дачная местность не на пустом месте прежде всего на основе помещичьих усадеб и главное среди них это северская мы за это ее владелец барон владимир борисович фредерикс он принимал именитых гостей император николай второй приезжал еще будучи цесаревичем и как повествуют местные легенды именно в этом здании происходили его первые встречи с той самой матильдой кшесинской родители которые владели усадьба здесь у нас северской примеру фредериксов последовали многие местные землевладельцы и начали активно строить на своих участках дома для сдачи на лет со временем отдых здесь стал доступным и для менее состоятельных горожан близ станции северской в сезон собиралась до 40 тысяч дачников здание вокзала обслужил около 50 человек персонала и вот по достоверно сохранившимся данным около 500 извозчиков развозила по дачам приезжающих дачника представьте себе масштаб этого места природной красотой этих мест вдохновлялись литераторы и художники северская была фактически пленарной базы российской академии художеств здесь бывали практически все поленов коровин петров водкин сакбродский валентин сиров репин шишкин все центральное место для нас занимает все таки иван николаевич крамской потому что именно в северской иван николаевич создал свои самые знаменитые произведения это портрет мины моисеева крестьяницу с дечкой полисовщик это все портреты наших северских крестьян с одной стороны с другой стороны это самые знаменитые картины но одного из самых крупных отечественных художников дачный быт отличался как от городского так и отельского и это отличие выражалось в определенных предметах как вы думаете что это такое как его ваше мнение мухоловка правильно это мухоловка здесь закрывалась пробочкой под большое отверстие ставилась приманка для мух и ос они заползали на приманку взлетая попадали в эту стеклянную ловушку из которой не могли выбраться и там в итоге погибали а этот предмет назывался ботанизирка был такой термин ботанизирование который переводится на современный русский как сбор гербария с такими ботанизирками в те времена сословного деления ходили вовсе не крестьяне а исключительно состоятельные горожане собирали гербарии занимались вот этими вот своими дачными развлечениями советское время северская стала курортом для трудящихся на базе купеческих дач создавались дома отдыха санатории пансионаты и пионерские лагеря давайте попробуем завязать попробуем давайте пожалуйста пожалуйста а у него какая-то техника да 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 конечно особая техника пробуем а уже почти получается ну я окончательно запутался уже да что-то похоже дать я попробую павел ты застал пионерство нет не успел я был даже на активном забор это делается салют пионерский помнишь вот этот классика много изменилось советскую эпоху но кое-что сохранилось улица церковная теперь красная на ней находится историческое здание музеем а чуть далее храм петра и павла какая красивая церковь очевидно что архитектор черпал свое вдохновение за русской истории и именно по образу и подобрию древних русских храмов проектировал от церковь петра и павла для того времени а это конец 19 века это было но не совсем оригинальная задумка много появилось таких церквей ниже по течению реки орибеш находится поселок вырица часть его земель пронадлежали княжескому роду вид генштейнов влиявших на развитие местности в начале 20 века в 1913 году здесь была построена церковь казанской иконы божией матери дачником был достаточно далеко ехать из этого конца вылиться к той церкви которая уже была в центре поселка и вот они договорились с генштейнами что выкупят 4 смежных участка и построит храм паша а кто строил ты не знаешь архитекта вообще общество выбирала проект этой церкви из пяти разных вариантов в итоге победил проект архитектора красовского и опышков но они вдвоем его делали опышков известен как строитель моста петра великого в петербурге вообще военный строитель но вместе с тем они вдвоем вот смогли создать такой непобойчивого слова шедевр то нет ощущения что это похоже на терем как и сказа когда верну словно конечно пандус да а давай испробуем а давай испробуем черт я сама ты сзади страхуешь хорошо договорились но ты только не уходи до лимитом я здесь не переживаю ям это я чувствую как у меня сейчас нагрев до бицепс это вот и молодец вот эти пределы видишь рубка в лапу причем достаточно такая интересная не под прямым углом достаточно сложные соединения и для его строительства необходимо чтобы плотник который его делает но был профессионалом своего дела безусловно учитывая что когда ее строили некий бензопил не было общинку электроинструмента не было все это делалось вручную топорами ваша я вот знаю что часовня стоит на месте могилы да она построена не так давно именно над прахом над мощами серафима вылицкого сейчас как я понимаю там идет небольшая служба духовник александр невской лавры перебрался на жительство и служение вы лицу в 1930 году отцу серафиму было 64 года и здоровье его было сильно подорвано но до последних дней земной жизни почти 20 лет вылицкий подвижник принимал страждущих а ехали к нему не только из окрестных селений ленинграда но и других городов на территории поселка находится 6 железнодорожных станций мы заглянули на центральную появившуюся в начале 20 века давай попытаемся с тобой повторить путь дачников которые делали больше века назад и забраться на платформу по этому пандусу держись крепче ну в общем как очевидно пандус совершенно не приспособлен к тому чтобы а по а все мы с тобой уперлись аккуратненько держись сейчас я попытаюсь еще раз не все смотри мы приехали здесь сварочка давайте я буду аккуратненько опускать обратно подниматься с помощью тех панусов передние колеса провалились это так страшно на дворе 21 века 1904 года ничего и не изменилось но пользуясь традиционным сегодня средством передвижения автомобилем мы приехали в улицу узнать какие возможности для отдыха предлагают современные турбазы и гостевые дома больше всего мы рассчитываем конечно на сплав по реке здравствуйте павел очень приятно активным отдыхом вы правильно попали это к нам как вообще вам пришла в голову идея все это организовать но я сам неожиданно оказался в этих местах краях очень понравились места река понравилась природа воздух и пытались активный отдых организовать каяки сплавы на лодочках рыбалочка сделали здесь и русскую баню японская фура это шумгитная купель термо большой чан с горячей водой на что такое аналог японской такой бане почему именно активный отдых сам в прошлом занимался активно спортом флотский офицер парусу водным видом спорта ну есть интерес путешествиям поэтому я не только доставляю это как бы для наших гостей удовольствие ну и себе в первую очередь что касается людей с ограниченными возможностями на ваш взгляд могут они здесь полноценно хорошо отдохнуть столкнулись мы с таким вопросом и у нас есть представление как это организовать лучше и интереснее а вот кстати сегодня у нас в гостях находится кира и она тоже катается на каяках и играет баскетбол в теннис настольный кира скажи пожалуйста как часто ты здесь бываешь я живу в городе приезжаю сюда на выходные как ты добираешься это машина или нет транспорта личного я добираюсь на электричке то есть ты садишься в сан петербурге на электричку да там есть пандусы какие-то подъемники тебе там помогает но при этом ты совсем одна без сопровождающего едешь да я могу полностью добраться сама на вокзале нас могут посадить в электричку помочь потому что в принципе есть ровная площадка но в саму электричку приходится помогать завозит здесь конечно есть сложности нет ни пандусов и мне приходится здесь встречать ты приезжаешь отдыхать и твой экстрим уже начинается с выхода из электрички сожалению да я расскажи пожалуйста об экстриме которым ты здесь занимаешься замечательно можно сплавиться по реке лодка шведбот каяки скутера гидро то гидроскутер я на гидриках умею меня почти права есть я пробовала каяк хорошая такая спортивная реабилитация да вот держать тело в тонусе и все-таки это разрядка идет вот окружающей среды каяки это самое лучшее что ты чувствуешь когда-то вот в каяке 1 по воде ощущение свободы со всем необходимым инвентарем нас доставили к реке дали важные наставления и здравствуй оридиш 1 2 1 2 течение реки на участке по которому мы идем довольно спокойно и можно предаться созерцали мы подходим к замку тоже хочу доме где-нибудь прям вот на берегу тоже скажи как тебе вообще впечатление от плавания по реке на каяках в конце сентября очень красивый вид с воды все яркое не холодно совсем не холодно я даже без перчаток и руки горячь даже чисто физически у тебя вот верхняя часть она вся укрепляется те энергия кровь гоняет по телу и мне вот жарко надо объехать 8 байдарка и по порогам спускаться я готова я уже готова